Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос. Я родилась страшненько, у меня нет никаких явных отклонений во внешности, которые можно было бы исправить хирургически или каким-нибудь другим способом. Просто всё страшное в комплексе. В декабре мне будет 45 лет, а за свою жизнь со мной не хотел познакомиться ни один мужчина, ни для серьёзных отношений, ни для интима. В последнее время стали преследовать мысли о суициде, постоянно хочется плакать. Может кто-нибудь посоветовать какую-нибудь успокоительную, без рецепта, которую можно пить долго, без привыкания. Дело не в том, что я не умею общаться, то общение дело не доходит. И не в том, что вокруг мало людей. Живу в Петербурге. Вот пусть я живу в крупные города или на курорты в разные страны. Мужчин везде достаточно. Такой вопрос. Ну, во-первых, если вы задали свой вопрос в раздел «Психология», то я думаю, что вы немножко ошиблись. За «Успокоительным» вам нужно обратиться в раздел «Медицина». Там вам как раз-таки предложат успокоительные, предложат препараты. Психологи не обладают медицинским образованием, по крайней мере. Большая часть из тех, кто находится на данном ресурсе и, соответственно, препараты вам рекомендовать не может. Теперь давайте разберем ваш текст с точки зрения психологии, раз уж вы его задали. Вы пишите «Я родилась страшненькой». Вот. Значит, явных отклонений нет, просто страшное все в комплексе. Что мы здесь видим? Мы здесь видим акцент на своей внешности. Мы здесь видим непринятие своей внешности. Мы здесь видим сравнивание себя с другими. Мы здесь видим, как бы, незамечание чего-то еще, ну, какой-либо другой ценности своей, кроме внешности. То есть, по сути, вы говорите, что ни один мужчина вот с вами не знакомится ни для серьезных отношений, ни для интима. По сути, ни одному мужчине вам себя не получилось продать. Потому что внешность – это товар. Ну, помимо того, что я перечислил, а так ли это плохо, что ни один мужчина не стал с вами общаться на данный момент из-за вашей внешности. Вы не вещь, вы не товар, который можно прийти, забрать, попользоваться и просто. Видите ли, внешность, может быть, подходит для интима. Такая вот стереотипическая, модная внешность. Но никак не подходит для серьезных отношений. Это первое. Второе. Вот, понимаете, страшненькая – это как-то оценка. И вообще-то, если мы говорим о внешности, то именно внешность людей вообще мало волнует. Людей больше интересует то, как человек себя преподносит. Как человек себя ведет, как человек разговаривает, как человек репрезентурует себя, что человек говорит, да, о чем человек говорит. И, вот, важно это, в первую очередь. Соответственно, к вам вопрос. Как вы все это делаете? Понимаете, никто не знакомится сразу для серьезных отношений. А почему? Я вам скажу. Дело в том, что люди, как правило, не знают, получится ли у них серьезные отношения или нет. То есть, я не могу, даже если вы, вот, супер, допустим, модной внешности, да, популярной, я не могу с вами познакомиться для серьезных отношений. Потому что, я не знаю, получится ли они у нас или нет. Видите ли, мне кажется, что здесь, в какой-то степени, порочной является само, само вот это представление о том, что на внешности можно построить серьезные отношения. Дело в том, что не внешность определяет отношения, а характер, интересы, ценности. Понимаете? Вот это определяет отношения. Вот, и хочется вас спросить, а как у вас с этим дела? Вы это демонстрируете внешнему миру, или вы демонстрируете миру только свою внешность и то, как вы к ней относитесь? Дальше. Вы пишите. С вами не хотел ознакомиться ни один мужчина. А вы сами ознакомились? А как вы это делали? Понимаете? Да, действительно, если ваша внешность не является, так скажем, модной, то, может быть, мужчины будут, не будут на вас обращать внимание. Да. Но здесь момент заключается в том, что именно вы заинтересованы в том, чтобы у вас были контакты с мужчинами. Значит, вам желательно само выходить с ними на контакт. И здесь внимание очень важный момент не с мужчинами, а с людьми. То есть просто иметь что-то общее с людьми. Чтобы в общении люди смотрели не на вашу внешность, а на то, что вы транслируете, на то, кто вы есть как лично. И вот не обижайтесь, но несмотря на то, что вам 45 лет, история про то, что вы родились страшненько, страшненько, выглядит как история подросткового возраста, потому что чаще всего именно подростки говорят о том, что они страшные, что они ужасные, потому что они находятся в этом состоянии, ну, в этом периоде таком. таком. То есть, говоря о себе как о страшненькой, вы по сути являетесь подростком. То есть, вы как будто бы не прошли эту стадию, вы как будто бы не прошли, не завершили подростковый возраст, как бы допуская, что мужчина будет с вами знакомиться для серьезных отношений, например, опираясь на вашу внешность. При том, что, да, возможно, вы правы, у вас внешность может быть нетипична, не, как я сказал, модна. Но, если мы посмотрим, то модная внешность всегда была очень разной. В одно время это была одна внешность, в другое время была другая внешность. И, в принципе, эти внешности очень сильно отличались друг от друга. Очень сильно. Вот. Дальше. Так. Очень важно чтобы вы раскрывались в общении, а лучший способ общения это позиция коммуникации как периферия деятельности или периферия интересов ваших. вот лучший способ коммуникации, лучший способ общения через периферию деятельности или интересов. Как у вас обстоят эти дела? Дальше. Вы пишете мысли о суициде и хочется плакать. Да? Ну, смотрите. Смотрите. Суицид это, то есть, мысли о суициде это может быть как проявление такой пассивной агрессии с одной стороны. Желание или потребность избежать чего-то с другой стороны. то есть, вот вам хочется избежать от чего-то, потому что вы, к примеру, чувствуете, допустим, какое-то давление. Вы чувствуете давление, вы чувствуете, что на вас что-то давит. Вы чувствуете, что что-то на вас давит, вы от этого хотите убежать. Вы хотите убежать. Здесь очень важно постараться увидеться. А что же собственно на вас давит? Вряд ли на вас может давить вот то, что с вами не знаком мужчина. Ну, потому что вы себя как-то как-то вели, ну, потому что вы как-то вот что-то делали, да, чем отталкивали допустим мужчина цепля и так далее. Но, как мне кажется, давит на вас не это. А то, например, что вы там, допустим, как-то неправильно, что вас не должно быть, что вы недостойны там, не знаю, недостойны жить, вот, что вы недостойны существовать, что не оправдали вы там, условно, да, не оправдали вы чьих-то ожиданий, чьих-то надежд, например, и так далее. То есть, вот, вполне может быть такая история. Вот. Также очень может быть, что имеет место быть обида. Вот, обида, в частности, может быть достаточно серьезной, например, на ваших родителей, обида может быть очень серьезной на, ну, каких-то мужчин, может быть, такое. Вот, обида может быть еще на кого-то. то есть, в целом, то, что, то, что вы описываете, вот, что вам как-то, ну, как-то хочется, там, не знаю, плакать, да, хочется, чувствуете вы, значит, ну, мысли от сердца возникают, вот, есть такое ощущение, что, вот, ну, какое-то количество невыраженных эмоций у вас имеет место быть. Вот, и как-то вот есть ощущение такое, ощущение, что вас, они эти эмоции как-то вот как-то вот отправляют, как-то вот они вас, ну, ну, тяготят, они вас беспокоят, они вас, ну, скажем так, возвращают, то есть, с какой-то периодичностью они возвращают вас, значит, к какому-то переживанию, ну, отвлекают, еще, можно, так сказать, они, 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 вас, они вас отвлекают от настоящего, то есть, от вашей текущей жизни. Это такой момент, следующий момент это момент того, что, допустим, по моим ощущениям вот именно по моим ощущениям есть такая сложность, что вы как будто бы сводите вот всю свою, значит, ценность, да, вот к тому пришел к вам мужчина, значит, знакомиться или нет, понимаете, да? То есть как-то вот сами по себе вы, опять же, ну, ценности как будто бы не представляете. И это, честно говоря, очень печально, очень печально, что вы, ну, как-то вот гипотетически, да, я, конечно, надеюсь, что это не так, но очень печально, очень грустно, что гипотетически вы готовы расстаться со своей жизнью, например, или даже вот допускаете хотя бы такие мысли из-за мужчин. Вы только подумайте, что из-за мужчин вы готовы расстаться со своей жизнью. Ну, как минимум, на мой взгляд, мужчины того не стоят. Вот, абсолютно, но для вас, судя, опять же, судя, потому что я могу видеть, для вас это того стоит. Вот, и я как-то вот опять же, хочу спросить, а как это становится возможным, что для вас получается, получается, мужчины того стоит, вот, неужто ли, дело здесь в том, что вы считаете себя, именно себя, вы считаете, без мужчин, скажем так, ни к чёмным. То есть вот, если мужчина со мной не знакомится, то я никто, звать меня никак, и вообще я, ну, совершенно такой вот, получается, недостойный человек. Так, вот, то есть вот, как-то очень хочется вас спросить об этом. Как же так вот вы приходите-то к этому? Вот, то есть вот насколько нужно, получается, идеализировать мужчину, да, вот, чтобы так думать. И, опять же, очень важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что идеализируете, очевидно, мужчину, вы, ну, совсем не просто так. То есть вы идеализируете мужчину, потому что, очевидно, что через, через него, через мужчину, вот, через знакомство, например, его с вами, вы можете доказать, вы можете доказать и показать, вероятно, что вы достойны, что, ну, не просто так вы живёте. То есть это выглядит, вот, знаете, как, ну, как такая вот, вот, попытка доказать, что всё равно вы, там, не знаю, хорошие, всё равно вы достойны. Вот, вот, доказать это не получается, да, у вас, ну, незнакомец. Вот, вот, доказать не получается, и раз доказать не получается, то всё, я должна умереть, ну, получается. Вот, 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 ну, это, на мой взгляд, опять же, борьба, вот, то есть вы, вероятно, мужчина, да, вот, как личность, все, да, вероятно, вероятно, и не видели, вот, ну, то есть, чтобы как-то, вот, ну, воспринять человека, как личность, да, нужен определённый ресурс, вот, ну, у меня, например, есть некоторые, некоторые сомнения относительно того, что у вас этот ресурс имеются, мне кажется, что у вас его нет, именно за счёт ненаполненности вашей жизни, вот, понятно, что могу ошибаться, вот, понятно, что, может быть, я не прав, но вот пока такая история. Если как-то вот, значит, панорамно говорить, то у вас просто комплекс, у вас просто комплекс внешности, вот, а можно ли, можно ли и нужно ли с этим работать, да, можно, это психотерапия, вот, успокоительный вам, как бы, ну, проблем не решать, вот, всегда может, всегда может, в принципе, вполне добавляться, вот, этот момент, что вам 45 лет, вот, в каком смысле, в смысле того, что это кризис, кризис, вот, кризис данного возраста, тоже, более чем это может быть, вот, тут тоже вам нужно помочь, вот, ну, вот, в целом я вижу ситуацию так. А ещё, ещё, вот, то, что я бы хотел сказать, связано с тем, вот, как вы подошли к вопросу, то есть, вы, значит, говорите, вот, просто успокоительный, да, посоветуйте успокоительный. Но при этом вы задаёте платный вопрос. У меня есть некоторые сомнения относительно того, что если, ну, что человек, который хочет получить совет совет относительно успокоительного, да, будет задавать платный вопрос и рассказывать свою историю. мне кажется, что вы хотели бы помощи, ну, как-то вот, знаете, ну, подзабили на себя, вот. Лично мне, лично мне кажется вот так. И я понимаю, я понимаю вас, я понимаю, что, возможно, вам сейчас кажется, что, вот, как-то легче было бы отказаться. Вот, надежды, легче было бы, ну, вообще не надеяться, легче было бы просто, вот, пить, пить, значит, ну, пить успокоительный, да, и всё, и, как бы, ничего не делать. Вот, ну, понимаете, если, вот, вы на самом деле этого хотите, да, то есть если вы, правда, правда, вот, оставили надежду, если вы, правда, как-то вот, ничего больше не ждёте, не хотите, вот, то просто переадресуйте свой вопрос в разделе медицины. Вот, значит, напишите модератору, например, Андрею, вот, модератор Андрей, по-моему, вот, или модератор Борис Пустинский, это модератор психологического раздела. Вот, напишите им, они ваш вопрос, как бы, совершенно спокойно перенесут в медицину, вот, вам не придётся, там, заново его создавать, там, и так далее. Вот, такая вот история. Ну, просто, с тем, что вы чувствуете, вам успокоительный, тем более без, которые, рецепта, да, то есть, ну, такие, достаточно, скажем так, слабенькие. Вам они просто не помогут, потому что они нацелены больше на, я бы сказал, знаете, решение вот таких, ну, ситуативных, ситуационных проблем, проблем человека, вот, там, стресс, значит, на работе, да, устав, вот, ссора, там, не знаю, с каким-то, ну, с близким человеком, например, вот, то есть как-то вот на это больше нацелены подобные препараты, вот. Серьезные какие-то состояния они не корректируют. Серьезные препараты, более серьезные препараты назначаются только по рецепту. Вот, и, соответственно, такая история. На что еще хотел бы я обратить ваше внимание? Ну вот, вроде бы как вы на себя забиваете. Вроде как. вы говорите о том, что вот, никому не нужна, да, никто со мной не знакомится, да, и так далее. Вот, естественно, вот, вроде как вы это все говорите. Вот. Но при этом вы не хотите, значит, чтобы было привыкали к препаратам. То есть вы как-то здесь, получается, получается, вы как-то здесь стараетесь о себе заботиться. Вот. Опять же, да? То есть вот вы о себе как-то заботитесь. Ну, не забиваете на себя, да, и не хотите, значит, ну, скатываться в зависимость и так далее. Вот. То есть у вас наличествует все-таки наличествует какая-то базовая забота о себе. Вот. Это очень здорово, что она у вас есть. Вам нужно признать это, заметить. Вот. Вот. Постарайтесь сделать так, чтобы этого было больше, значит, ну, вот в вашей жизни. Вот. То есть, ну, больше позволять себе проявлять это. Я думаю, что удивитесь вы, насколько ваша жизнь может измениться. Как-то так, я думаю. Ставить себе на себе крест не нужно. Вот. Нужно работать, меняется. В этом, ну, в этом. В этом смысле. Вот. Что вы теряете? Вот. Ну, вы же вот сорок пять лет жили там с уверенностью, чтобы страшно. Ну, сорок пять лет вы жили там по одному какому-то вот, ну, пути. Сценарию и так далее. Вот. Ну, так хорошая новость в какой-то степени заключается в том, что можно попробовать. Можно попробовать. А, по-другому. Понимаете? Вот. Просто попробовать, что вы теряете, как бы. Ну, в лучшем случае, все остается как есть. Вот. В принципе, вы там, не знаю, так, ну, привыкли. Наверно. Наверно. Вот. Так. Жить. Вот. А, в лучшем случае, что это изменится. Начнет меняться. Я вас уверяю, что меняться начнется сто процентов. Вот. Да, может быть, что-то будет, ну, не быстро, да, вот. Не так, может быть, быстро, как хотелось бы, но перемены будут. Вот и все. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам, во-первых, во-первых, начать работу над собой. Это, во-первых. Во-вторых, сформулировать базовые постелаты для психотерапии, да. То есть, вот, чтобы вы как-то, ну, вспоминовали вопрос, да. То есть, что вы хотите. Вот. И начали с психологом на эту тему взаимодействовать. Вот. Ну, как бы. Все начнет меняться. Всего вам самого доброго. Доброго.